Предыдущую версию генплана представили в мае. Проект подвергся плотной критике жителей. После публичных обсуждений разработчикам направили порядка 10 тысяч предложений. Многие из них нашли отражение в проекте нового документа. В народном генплане решили вопрос застройки в районе улиц Сумская и Энгельса. Зелёную зону сохранят. В пользу жителей разрешилась ситуация с переводом садово-огородных участков в среднеэтажную застройку в Макве. Нет и новой дороги, которая должна была пройти через лес и соединить проспект Плевицкой с микрорайоном Волокно. Компромиссным решением называют дорогу, которая свяжет Энгельса и проспект Ленинского комсомола. Если ранее предлагалась четырехполосная дорога, то это двухполосная дорога, которая пройдёт по существующей железнодорожной ветке, вернее по насыпи железнодорожной ветки, потому что сама железная дорога уже отсутствует. Корректировки поступали и от жителей улицы Ахтырской. Летом появилась информация, что здесь собираются построить восьмиэтажный жилой дом. Проектом генплана 2016 года в этом районе была предусмотрена многоэтажная застройка. Теперь предлагают сократить количество этажей. Точкой кипения стал вопрос о реновации цыганского бугра, стрелецкой и очаковской слобод. Проект народного генплана оставляет эту территорию для индивидуальной жилой застройки. В то же время территория от Малых до площади Добролюбова включает и ИЖС, и торговые точки. Объединять это всё зоной индивидуальной жилой застройки было бы неправильно в последующем для отражения территориальных зон в правилах землепользования и застройки. Поэтому в отношении этой территории предложена смешанная зона общественно-деловой застройки, которая как раз и позволяет разместить на этой территории и отобразить фактически существующие жилые объекты и объекты коммерческого назначения, которые есть на данном участке. Учли предложение о строительстве культурных и спортобъектов. До 2040 года в Курске должны появиться новые фоки, бассейны, футбольные поля, велосипедные и лыжные трассы. Познакомиться с народным генпланом можно на сайте мэрии. Обсуждения проекта пройдут в концертном зале «Сверидовский» 26, 27 и 28 ноября. После этого документ с снесенными коррективами направят на утверждение депутатам Курского городского собрания.